Большой всем привет! Сегодня в серии мини-обзоров у нас настоящая жемчужина, которую я называю антимонополией для гиков. Это Food Chain Magnat. Игра по-настоящему легендарная и у нее очень много ценителей и есть за что. И выходила она только в таком чуть ли не PNP варианте, в очень таком скромном. И даже этот скромный вариант был очень дорогой, потому что выпускал это такое инди-издательство с очень странным дизайном, с очень маленьким тиражом и все такое подобное. И купить копию Food Chain Magnat очень и очень непросто. А если и найдете, то очень и очень дорого. И вот кто-то наконец-то купил лицензию и хочет выпустить роскошную, замечательную версию этой гидарной игры. Посмотрите, насколько красиво они ее преобразовали и графику, и компоненты, и при этом сохранить дух Food Chain Magnat. Обратите внимание, как картинки точно переданы, просто с духом старины и тому подобное. И все бы в этом проекте было хорошо, если бы не цена, потому что проект стоит 300 евро. И это, конечно, очень и очень много. Но про это чуть попозже. Что из себя представляет сам Food Chain Magnat? Ну, я думаю, что многие о ней, по крайней мере, слышали. Многие и даже пробовали, играли и, может быть, даже делали PNP. Потому что на российском пространстве оригинал достать почти невозможно. Я слышал, что многие просто ее печатают сами, благо оригинал очень непритязательен по дизайну и несложен в изготовлении. Это такая, как я уже говорил, антимонополия. Где вы играете роль такого пищевого магната, начиная свою карьеру с самых-самых низов. У вас всего лишь один сотрудник в начале. И этот сотрудник вы. Вы нанимаете команду, вы покупаете недвижимость, вы занимаетесь рекламой, строите свои пищевые точки и кормите людей. И все это абсолютно безрандомно, в отличие от той же монополии. Со временем у вас нарастает ваша империя, деньги текут рекой и выигрывает тот, кто в конце будет самый богатый, как и в монополии. Но в отличие от монополии, эта игра абсолютно безрандомная. Это головоломка на оптимизацию многих-многих экономических факторов. Включая все, что есть в бизнесе. И наем сотрудников, и рекламное агентство, и виды рекламы, и разработка маршрутов, и логистика, и снижение цен, корректировка их под спрос, работа с недвижимостью, оптимизация расположения жилой недвижимости и торговой. И все это в реальном симуляторе экономической деятельности закусочных. И настолько это все получилось реалистично, что у игры реально есть большое количество поклонников. У меня к ней интерес больше теоретический, потому что эта игра с очень сильным взаимодействием, прямо очень сильным. И это тоже делает ее вот такой антимонополией. Потому что монополия тоже на большом противодействии и популярна среди начинающих настольщиков, именно потому что там есть приличная доля взаимодействия. Так и здесь. Очень сильное взаимодействие, причем настолько жесткое и настолько жестокое, что игру называют одной из самых жестких вообще в настольном хобби. Потому что в какой-то момент игрок становится просто недосягаемым, тот, кто добился хорошей работы своей машины, своей торговой империи. И вы видите сейчас в фоне, как я листаю проект, и, конечно, он выглядит абсолютно шикарно. И все фанаты этой игры, наверное, пускают слюни на эту коробищу. И, наверное, у меня бы нашлись только самые замечательные слова в адрес этого проекта и внешнего вида, и потому как подошли, и все остальное, если бы не одно «но». Кое-что мне здесь не нравится. И не только цена. Дело в том, что они делают проект специально эксклюзивным. Причем это как-то сильно выпячивается. Типа вот мы сделаем только один тираж, вообще не будем никогда его делать. И сделать только небольшой тираж, и только на Кикстартере, никакого ритейла онлайна, вот сколько здесь купят, только это все и выпустится. И, с одной стороны, это провоцирует у пользователей рефлекс фома, и вообще делает нехорошо. Потому что это не инди-проект, типа, там, не знаю, Мести Waters или там Дракон Даунса, который тоже стоит дорого, но у которых и невозможно продать больше, там, 500 штук или тысячи. Фудчейн Магнат можно реально продавать тысячами экземпляров, если вы сделаете нормальную цену. Но ее не делают именно для того, чтобы она была вот такой элитной и такой крутой. И делают это как бы немножко искусственно. Во всем остальном проект просто замечательный. И внешне, и по доставке во все страны отправляет. Но вот сам подход мне очень и очень не нравится. Вот эта вот искусственная эксклюзивность, которая чисто ориентирована на коллекционеров, а не на игроков. Да, я сам отчасти коллекционер, но я как коллекционер, из этих 300 евро я был, я лучше вложу в тот же Мести Waters или Дракон Даунс. Которые по цене примерно такие же, но там, по крайней мере, автор в жизнь положил на эту игру, можно сказать. А здесь-то уже взяли заведомо хитовый проект, заведомо успешный. Зачем вот эти все маркетинговые штуки, я не понимаю. Вот это мое вот такое недоумение насчет этого проекта. Вот реально, зачем вот это вот? Only one print run. Мы только напечатаем один раз. И это же явно, это же явно рассчитано просто на то, что купят коллекционеры и потом будут перепродавать в три дорога, как это было с коллекционным там такая, или коллекционным войной кольца и тому подобное. Одним словом, не одобряю такой подход, но в остальном издание, конечно, очень-очень красиво сделано и приятно организовано. То есть продумали не только внешний вид, еще и саму структуру. То есть вот тот же на ее персонажей сделали вот так на уровне. Я могу только вздохнуть с облегчением в том, что данная игра все-таки не для моей коллекции, потому что если бы она еще была и подходила для меня, меня бы, конечно, очень разрывали противоречивые чувства. А сейчас я могу просто с облегчением показать вам эту красоту и сказать, что нет, я такое участвовать не буду, потому что данный проект это элемент нездорового настольного хобби, на мой взгляд. Проект нацеленный исключительно и только на коллекционеров. Продолжение следует...